Добрый вечер, друзья! Пишет нам Дмитрий, 29 лет. Проживает он где-то в Соединенных Штатах. Приехал два с половиной года назад по гринкарт-лотерею. Последние 14 месяцев он работает, тестирует программное обеспечение, закончил наш онлайновый класс. И с ним происходит такая история. То есть он уже так год с лишним работает, потихонечку начинает там уже к автоматизации присматриваться, так вроде какую-то уверенность почувствовал. И тут его спросили, значит, на работе спросили, есть ли у него компьютер-сайенс, дегри, образование. И он как-то занервничал, потому что образование у него по экономике. И он, с одной стороны, понимает, что надо как-то расти, там и двигаться, и, в общем, что-то более сложное осваивать. С другой стороны, его интересует вопрос, так что надо там 3-4 года потратить, чтобы получить вот это образование. Это вот как бы это и время, и материальный какой-то там расход, и насколько это важно, там, и так далее. Значит, мы, давайте я теперь перехожу к ответу. Значит, мы имеем дело с таким образцовым, типичным таким рассуждением, связанным с тем, что человек освоился на какой-то платформе, так, и дальше ему надо двигаться. И он начинает думать, а как двигаться, а куда двигаться, а, ну, вообще, вот как? Вот теперь парень-то молодой, там, ему 29 лет, ну что? Понятно же, не то, что ему там 3 года до пенсии. Поэтому, с одной стороны, он понимает, да, что надо там языки программирования подучивать, инструменты там для автоматизации, тестирования, что, на самом деле, не одно и то же, но близко, да, потому что все инструменты автоматизации стоят на каких-то языках. Вот, так, может быть, ему пойти там, допустим, курсы какие-то взять, или онлайновые, или там сети-калочку, я не записаться там за 3 копейки, или что, вот какой-то дегри, а поможет ли ему это дегри? А в компьютер-сайлес, если он там получит его за 3-4 года, а наберется ли он там знаний каких-то? И вот мы имеем дело с двумя разными вещами здесь, которые, как бы, смотрятся, не одно ли это и то же, вроде бы, да, похоже, но это не одно и то же, это две разные вещи. Значит, первая вещь – это наличие формального образования. Его спросили, а у тебя есть компьютер-сайлес дегри? Почему его спросили? Ну, мы не знаем, мы можем только гадать. Но, в принципе, в какой-то момент вы можете оказаться в ситуации, в таком месте, на таком проекте, новый начальник пришел, ну, всякое бывает, когда говорят, как он без компьютер-сайлес дегри, а куда же его тогда? Как же он может быть вот на нашем этом проекте? И, на самом деле, технически ведь усложняется тестирование, мы все знаем. Поэтому, если ты можешь найти первую работу, там, какую-то наручном тестирование, вторую работу ты можешь найти, там, я не знаю, может быть, чуть-чуть автоматизации, потом побольше автоматизации и так далее, но ты не можешь всю жизнь вот так как-то вот между небом и землей. И я недавно разговаривал вот с ребятами, по-моему, я рассказывал даже, как они ходили интервьюироваться специально втроем. Они тестеры, занимаются автоматизацией. Ходили на интервью, там, где автоматизация, то есть тестирование, не программирование, но уже на приличные деньги, там, где-то на 140 тысяч там позиции были. Серьезная автоматизация. И их там интервьюировали как программистов, то есть вот классическое программистское интервью. Вот там граф какой-нибудь нарисует, говорит, как будешь вот там, значит, там, обходить этот граф, там, алгоритм давай туда-сюда. То есть в чистом виде такое программистское интервью. Не бог весть, какое сложно это, господи, там, говорить не о чем. Но все-таки, все-таки, поэтому практик, это хорошо, но вот теорию знать, как бы, тоже неплохо, потому что задачи усложняются. Чем больше денежки ты получаешь, значит, тем, соответственно, больше ты должен предъявить. Вот. И никакое формальное там дегри, вот какая-то бумажка у тебя есть, бумажка не значит, что ты можешь это делать, что ты вообще хоть что-то понимаешь. Я вот могу сказать, что у нас в школе, это уже как анекдот ходячий, вот из Индии их много тут у нас, девчонки, вот они, вот это вот, actually, I have computer science degree, говорит, они и так типа даже растопыриваются, знаете, с гордостью, типа. Но, допустим, файл сохранить не может. Вот. Или там я уж, не, я даже не хочу рассказывать, что они творят при этом. Но вот, actually, у нее есть какая-то бумажка, ценность которой, вот, даже в туалет не пойдешь, она жесткая, понимаете. Вот, вот, собственно, и все. Но бумажка у нее есть. То есть, случись какая-нибудь оказия, ну, при условии, что она работает, какая-нибудь оказия, где спросят, а вот наши, вот эти, у них есть computer science degree? У нее дегри есть. Она при этом не может делать того, что нормальный человек с экономическим образованием, там, делает через год, она, может быть, не сможет этого делать никогда. Но это отдельный совершенно вопрос. Так вот, мы не можем путать. Есть у тебя дегри с вопросом, а можешь ли ты сделать вот это? Владеешь ли ты, там, допустим, программированием, вот, там, вот, настолько? И в Соединенных Штатах для удовлетворения вот этой существующей, в принципе, существующей потребности в бумажке, есть определенные каналы для удовлетворения потребностей в бумажке. Вот, я вам показывал ребят, которые там приезжают учиться прямо со студенческой визой, там, за недорого, там, где-то, все, там, 15 тысяч, там, и мастер-дегри, понимаешь? Вот, но, и они ходят два раза в неделю, ходят в субботу, там, на один день, а в воскресенье на полдня. И вот тебе, там, мастер-дегри через, там, полтора года. Поэтому есть такое, есть онлайновые всевозможные университеты, где ты там пошел, и тебе твое дегри выписали. И сейчас они, кстати, и недорогие тоже появились, аккредитованные со всеми делами. Может быть, например, просто университет, где ты ходишь на занятия, но немножко так совсем ходишь, и тебе как бы засчитывают твой опыт работы, засчитывают в кредиты академические, такая интересная схема. У нас, например, вот я могу сказать, что в Кремниевой долине есть такой популярный университет, то есть он не то, что тут есть, он всюду есть, называется он Phoenix University. Phoenix это, наверное, столица вот штата Аризона, но я думаю, что вот, наверное, тот Phoenix, или, может, еще какой-то, может, птица Phoenix, я не знаю. Так вот, значит, Phoenix University, и он такой очно-заочный, то есть там немножко ты ходишь, так по чуть-чуть, немножко ты там книжки читаешь, немножко ты в онлайне что-нибудь берешь, и в итоге смотришь там за полтора года бакалавр, а еще там год, и меньше года, так уже и мастер там по Computer Science. Поэтому у парня есть, значит, там высшее образование по экономике. Наверное, ему что-нибудь зачтут, понимаете? Конечно, вот из моего диплома советского что там зачтешь? Историю КПСС так сейчас не изучают, там марсистско-ленинскую философию не изучают. Трудно, трудно перезасчитывать так, но не суть. В общем, что-то ему перезачтут там по мелочи, что-то ему там из опыта работы перезачтут, я не знаю, как они это делают. Но на самом деле за там полтора года можно спокойно получить там своего этого бакалавра по Computer Science, ну за два максимум. Это не три, не четыре года. И это относительно недорого. И вы действительно чему-нибудь там научитесь. Я не хочу сказать, что это будет, как бы сказать, полноценный такой бакалавр, сравнимый с тем, что вы закончили бы там Computer Science в Беркли, или в Стэнфорде, или даже там где-нибудь в UC Santa Cruz вот у нас тут. Нет, конечно. Но тем не менее вы не уйдете оттуда с пустой головой. То есть что-то такое с вами произойдет. Плюс вы же на работе работаете, вы же сталкиваетесь с этим. То есть одно дело, человек просто на уроки ходит, книжку читает, у него как-то академически все это в голове укладывается. А у вас лучше, у вас такой завод в ТУЗ, да, значит, там поработал, поучился, поработал, поучился, поработал, поучился, неплохо. То есть, если вы видите себя в этой области, в этой профессии, в 29 лет вы там тестер, который смотрит пристально на автоматизацию, в 35 вы можете быть очень и очень серьезным senior level автоматизатором, и у вас уже будет там и бакалавр там и все такое. В 40 вы можете быть менеджером чего-нибудь очень приличного, понимая то, чего вас научат там на computer science, имея опыт вот этой автоматизации, там такого легкого программирования и так далее. Вы можете быть там QA менеджером, вы можете быть QA директором, когда под вами несколько менеджеров и так далее. Почему нет? Ну, то есть, то, что ты делаешь в 29, не обязательно это же самое делать в 40, но там, ну, только лучше. Ты можешь немножко по-другому это делать. Он может, например, пойти, Дмитрий, может пойти и, скажем, там за годик, а может самостоятельно, там сколько времени займет, я знаю, ребята вот сдают на project management сертификат. Есть очень серьезные сертификаты на project management, и он может уйти потихонечку в project management. Почему он обязательно должен всю жизнь там быть в тестировании, если парень-то молодой? Понимаете, если бы он там в 48 лет этим занялся, он бы уже думал, нужно ли ему вообще что-то менять, и это было бы еще важно, что он до этого делал. Может быть, если бы он до этого был там в административной какой-то функции, так может быть, он бы смотрел на это и в будущем тоже. А если бы он был просто инженер, может быть, смотрел бы, чтобы быть просто инженером. Это уже от конкретного человека зависит, но я, например, не понимаю, от чего бы ему не получить там сертификат в project management и не перетепить потихонечку в менеджмент. Когда станет человек постарше немножко, и когда будет поопытнее немножко, так деваться же некуда. Или ты будешь все время вот иметь дело с людьми, которые не понимают, ну, ты будешь считать, что они плохо понимают, что они тебе говорят. Вот, ну сам давай, такой умный, давай сам. Понимаете, в какой-то момент ты уже понимаешь, или сам давай, или вот не жалуйся. Почему нет? Так что я не хочу отрицать роль формального образования. Его сейчас мочут, как только не мочут. И вот и то не так, и это не так, и преподы не те, и учат не тому, и знания устаревают еще до того, как там он закончил этот университет, там и так далее. Но, понимаете, высшее образование без начального и среднего тоже, как бы сказать, обладает некоторыми дефектами. Понимаете? Вот он там языки программирования какие-то изучает, а сам не знает основ, без которых никогда в жизни он прилично программировать не будет. А изучать их он тоже на ходу не может, потому что у него времени на это нет. Потому что он должен там какой-то результат давать. Ну, то есть кто-то, наверное, может, единицы могут. Остальные вот так вот, какую-то кривую там царапают программку, и вот на этом и стоят. То есть на серьезный проект, в серьезную контору, в серьезную команду он никогда не попадет. Но, может быть, он и не стремится, конечно, тоже отдельно. Но, во всяком случае, чем больше времени и сил потрачено, и на формальное образование, и на приобретение реальных практических знаний, вот, да, там, в той же автоматизации, или в том же кодировании, там, и так далее. Значит, это все приносит какой-то возвратный инвестмент, да? Приварок какой-то от этого есть. Есть вещи, от которых приварка не будет. А есть вещи, от которых будет. Или, во всяком случае, вероятность того, что будет, достаточно велика. Поэтому, если быть в этой сфере, то, конечно, неплохо получить вот такое формальное дегри. Тем более, что делать это не сложно. Не нужно получать полноценное дегри, как там ребята после школы идут и получают. Об этом даже речи нет и быть не может. И не нужно вам этого. То, что вы не сделали в 19 лет, вы не сделаете в 29. Но удовлетворить общественный какой-то интерес, там, в корочке, в наличии корочки, вы можете. И при этом это не будет чисто корочка. Это будет все-таки какое-то знание, какое-то понимание. Самое главное, самое интересное, это будет еще и выход на каких-то людей. Вы познакомитесь с людьми. В этом смысле обучение живьем гораздо интереснее, чем обучение в онлайне. В онлайне вы получите бумажку и все. А в каком-нибудь там Phoenix University или в любом другом учебном заведении, куда вы придете, и там будут такие же, как вы, ребята, практики с индустрией. Вот. Вы обзаведетесь контактами бесценными. Абсолютно бесценными. И вот это тоже, как бы, очень-очень важно. Поэтому, заканчивая, я хочу сказать, что учиться надо. И формально, и неформально. И не разделять этого дела. И говорить, вот это мне надо, а это не надо. Все надо. Все надо. Но, конечно, практическая часть, она как бы в первую очередь, а все остальное во вторую. Счастливо!